здравствуйте дорогие друзья кто-то мне там сказал написал комментарий что я не расслабляюсь еще как расслабляюсь я решил зайти уже довести всю квартиру до конца тем более что у меня сейчас покажу пакеты вот здесь вот к стояла крупа долго стояла которые не не пользовался мы в итоге завелась там вот это вот мушкара такая не знаю как это называется это все конечно ужас я выкидываю просто все абсолютно вот только че и пакетики такие закрыли оставляю и в закрытых банках оставляю потому что все остальное все что было открыто она везде ползает я думаю что наверное вы многие сталкивались с этим и я вам сейчас покажу дает уме так слушаться белье не обращайте внимание пожалуйста все выкидываю просто на помойку ничего не оставляю никаких каш специи открытые все что было открыто выкидываю все у меня на это всего три часа потому что сегодня очень будет прекрасный денек я буду отдельно снимать поэтому заранее не буду говорить и это я не знаю когда это тоже выйдет в общем конечно тут за один раз все это не вымоешь и все равно она будет где-то еще появляться это целое дело нужно наверно чем-то травить но сейчас мне по камере под рукой ничего нету пишите свои я знаю что вы все равно напишите поэтому пишите кто как выводит но я просто все сыпучие все что было открыто и даже вот это я выкину потому что она и запечатана попадает оставляют только плотно закрытая где точно знаю что ничего не попало вот тут чаи всякие остались чуть-чуть и чаи это половина выкинул тоже и вообще чем не для без бармака без вот я думал написать без бармака это без бармак вот такая вот история меня ну-ка посмотрим что у меня в соли соли нет ничего нею тоже выкину есть вот там где-то есть выкидываем все не жалею расстаюсь легко с вещами кто мне там писал что я захламился не расхламляюсь одна меня женщина удивила я все это и к этому шкафу хожу удивила знаете что мы долго с ней переписывать в комментариях по поводу того по поводу того что она расслабляется а вещи выкидывает на помойку там разговор пошел про родственников она говорит мне очень неудобно некомфортно отдавать родственникам типа донашивать обноски я считаю что это полная глупость не знаю всем кому я отдаю свои вещи мне просто благодарят потому что у меня хорошие вещи мне не заношенные не дешевые чего там такого а порой вообще многое отдаю я не знаю может какие-то у вас родственники провередливые и она пишет типа им неудобно отказать они берут то есть вы не хотите родственникам отдавать чтобы какие-то были разговоры что вы обноски им подкидываете сейчас же у меня во дворе возле помойки стоит бокс такой оранжевый для малоимущих прямо написано там вещи и какие-то еще она прямо ну такие расфасованы я даже вот какие-то там две футболки которые просто не нужны раз мимо шел бросил туда сейчас везде помощи не за в церковь отнесите еще куда то в чем проблема не знаю поэтому не выбрасывайте так я хочу вам показать что я нашел вот там с этими там банки стояли моя любимая фотография одна из любимых стали стали 2000 год прошу обратить внимание на мою одежду да это я работал официантом в украинском ресторане гетьман на старом арбате я уже много раз рассказывал вот такая вот у меня фоточка сохранилась у меня стояла долго долго вот ну и как всегда вот это наверное у каждого приличного туриста первый раз поехали в таиланд будут такие фотографии когда ты выходишь с какого-нибудь лодки тебя фотка это потом впаривают эту тарелочку паттайя или паттайя кто как ее называет но вообще тайцы называют и паттайя я всю жизнь называл паттайя вот такая фоточка есть и тарелочка это уже такая керамическая июль 2004 год тоже таиланд непонятно что за меня за космические очки весь на моментах весь умоляю но не изменяю себе клеточка присутствует со мной всегда потом была тарелочка из гоа вот такая тарелочка вот такая вот у меня была картина которую можно поставить можно повесить и там тут таиланд там китай индия и все это вот если так вот переливаться это сделано из камушков такая вот штучка а вот это это наверняка мне подарила мама потому что она очень любила всякие вот эти вот подставочки она из них даже делала картины потому что они очень какие-то необычные она прям в рамку и делала и только большие у нее были подставки ну под что подстаканники знаете но они такие милые что они даже не хочется ставить ничего какие-то старинные замки ну пусть лежат красота и видимо я это видео посвящу еще потому что когда я разбирал шкаф я там очень много интересных нашел старых фотографий которые никогда не показывал наверно тогда досниму потом и расскажу вам покажу даже не знаю с какого ракурса подождите утро туманное ну естественно голос чувствуете какой лишь вчера песни пел было было чуть-чуть честно выпили хорошо погуляли хорошо варю себе даже супчик куриный такой прямо сразу а лапша у меня будет как раз именно из-под без бармака вот такая крупная была показать вам как я навел порядке пять пакетов в итоге я выкинул пять ребят все запасы вообще всех круп я все выкинул кстати очаг где было просто усыпано все этими мошками было в этой в овсянке ну я короче не постеснялся и не пожалел выкинуть все чтобы дабы убить уничтожить врага так ну во первых у меня случилось не беда конечно но но трагедия не человеческого масштаба но все-таки это боль разбирал морозилку ну и как всегда кто там говорит что я аккуратист и все у меня да нифига я не аккуратист вот так просто дернул и она была такая замороженная чтобы как-то вот здесь зацепилась и просто пополам я не знаю что делать подскажите продаются ли отдельно это крышечка вот за что выдвигаешь холодильник у меня белорусский атлант попробую поискать в интернете ну чуть я даже не знаю продается такой или нет но это точно не склеишь посмотрите как прям просто лопнуло и все так мои дорогие друзья вот такой вот у меня получился бешбармак по-русски отварил я отдельно вот эти вот большие такие прямо тесто да как макароны курочка здесь морковка и больше ничего поэтому она мне уже не разбухнет и вот так же будет жидко то прошлый раз у меня слишком было сильно конечно макароны впитали всю воду и получилась такая каша здесь должно быть ничего вот пойдемте я вам сейчас покажу что я нашел при разборе под кроватью всех старых пакетов сумок когда складывал все в новый шкаф так дорогие мои друзья спасибо кто мне порекомендовал сделать из них сухари из-за этих неудавшихся булочек вот так я разрезал сейчас духовочку чуть подсушу подрумянию их главное не пережарить посмотрим может что и получится из этого вот доброе утро дорогие друзья ну что я вам хочу сказать я прислушался к вашему совету и спасибо мои ириночки которая меня вовремя остановила во время подсушивания этих сухариков этих булочек потому что я решил что их нужно при температуре 180 градусов делать и чуть не спалил вы знаете хорошие сухарики получились вот прям как в магазине знаете это ванильный с изюмом посмотрите какая красота пахнут так что вам дорогая немножечко они такие как жестковатая но в магазине тоже бывают знаете не супер мягкие у нас сегодня первый день пасмурный и в смысле не первый день после долгой жары и прохладненько все пойдемте показывать то что я там нашел я уже снимаю видео там третий день ну во первых я нашел сумку внимание вот такая вот сумка ходить за хлебушком за продуктами за картошкой секунду проживых харит долбаный этой сумке внимание 2004 год первая моя поездка в таиланд там был просто писк и мода на эти сумки сшиты из джинс такой саквояжик как она сохранилась каким чудом я не знаю честно вот но вполне себе еще ничего приличное и кстати постирал не мало ли так куда-нибудь пойти сходить на самом деле я думал типа спортивные там если фитнес положил то пошел весь модный парень навороченный вот такая вот сумочка готовы чтобы храму подрезать ну хотя это типа рваные джинсы поэтому можно и не подрезать дальше пойдемте так нашел такие еще две коробки ну как нашел они лежали под кроватью просто давно не залазил и значит так интересно спустя там 10-15 лет увидеть какие-то там допустим iphone 3gs коробки я собирал вот у меня был фетиш по-моему первый мой айфон который я еще и богат кстати раз я богат смотрите по-моему евро даже нужно добить вот эту мою это она у меня уже вся полная почти вся полная у кого кстати когда появился первый гаджет айфон самсун да неважно что у меня у меня мне кажется год наверно 2010 по моему в седьмом они появились у нас я про iphone сейчас говорю появились продавались но это были такие знаете как игрушка который не работала который не было синхронизации горбушки короче обновляли только там можно было ну где-то в каких таких местах самим это был сделать невозможно так в общем все забил оставлю ну как я могу выкинуть коробочку первого айфона вот откуда у меня хор турецкого сопрано даже не открытая коробка так но уже 5s iphone вот от четверки нету не все я собирал а если знаете как а я знаю почему эти сохранились потому что это я отдавал родителям маме 3gs точно и отдал пятерку точно и отдал по моему была шестерка вот она шестерка 6s плюс все а потом мы купили папе день рождения восьмерочку и вот последний о кстати я искал их скрепки и маме покупали уже мы rx по моему что последний самый так кассета шура представляете я сохранил кассету шуры город самара клуб джунгли 8 08 98 я тогда с ним не работал но кассета у не откуда-то сохранилась самара городок пишите джунгли был у вас такой так сейчас я даже нашел эти айфоны вот по моему так и вот так представляете так ну ладно поехали дальше сумочка дорогущая иди сюда и на место так что у нас здесь а вот это кстати очень полезная вещь кто знает что это такое это вот чтобы мебель какая-то не лозила не царапала паркет там что-то еще силиконовые такие штучки под каждую ножку пожалуйста две ручки надо же я чё не пойму фанат был сопрано что это кто-то мне дал наверно смотрите вообще ни разу не слышал смысле не слушал и ни одной песни их не знаю так но а я вам хочу сказать о подождите я не могу такую просто важнейший документ документ это важнейшая вещь подождите что это такое нельзя конечно же это печать именная печать и подпись понимаете все проштампуем это еще с блины не знаю какой 2006 2007 этом в офисе работал были времена вот булавки мне нужны было для картинка трасса щетка мебель часе у меня всегда есть денежные запасы хочу вам сказать и на минуточку это украинская гривна лишь не знаю сейчас такие в обиходе ходит 51 гривна 61 гривна плюс 20 81 гривна нормально вообще я все еще больше покажу ничего здесь лежат так а это 100000 не хухры-мухры 100000 банка он беларусь что такое да билет национальная банка республика беларусь но это по старым этим деньгам они же там поменялось тоже все какая она сейчас секунду подождите я просто ее протер конечно она вся в пыли ребят это самая первая вообще фотография которая у меня стояла с мамой это сфоткана на фотоаппарат перекинутая на компьютер а потом в телефон когда еще по моему даже не было у нас этих гаджетов но аватарка вот у меня мама стояла такая когда она мне звонила здесь я под фотошопил у нее глаза я сделал ей более белые зрачки так-то все свое ну вообще все вот только мне захотелось выразительными сделать глаза вот она до сих пор даже кстати у меня сохранилась телефон забит меня это фотографии то еще на квартире на полежаевской там они ко мне приезжали в гости из фотографии в лес то уж чем конечно хлам опять у меня силиконовые штучки это тоже чесать собаку кстати у меня одни собаки дома все это выкинуть все в пылюки все в пылюки а надо будет потом навести тут все пыль по погонять пылюку так вот это вот я не знаю откуда я привез эту коробочку грузинский чай здесь опять денюжка заначки опять гривны гривна еще одна гривна 5 и какая-то мелочь это вот для вонючих таких которые был довольно таки знаете тайланде в индии кладешь сюда она горит какая милая собачка что он тут делает у меня можете куда-нибудь поставить прикольно так племянничек мой не знаю какой это год ну лет пять наверное вот здесь так продолжаем дорогие друзья здесь фотографии какие-то старинные это значит какой год девяносто седьмой год такой вот я был мальчонка а вот здесь есть серия фотографии я в какой-то момент когда стал куда-то летать это вот начало нулевых я делал какие-то фотографии а потом их распрятал на большие такие а4 это вот джунгли в индии вот это мне очень нравится это тоже в индии такой водопад наверху старый какой-то проезжающий поезд а внизу мы купались это озеро где-то у меня были фотографии не знаю вода была ледяная ледяная как сейчас помню потом у меня была серия фотографии из самолета я фоткал крыло думал вообще повесить в карте картины такие как бы серии таких будет у меня вот я считал что это очень красиво это разные самолеты по моему на сочи полетая такие части самолета я фотку ну прикольно же так но это вот эти вот все туристические фотографии с таиланда потому что я ему тоже показывал сегодня знаете два слоника держит третьего слоника обколотый тигренок и с похмелья тоже тигренок весь мокрый посадить как жарко здесь слоник решил меня сожрать но я просто так не сдамся браслет вот он мой браслетик весь еще с кольцами весь на моментах умоляю мод это была какая золотой лихорадки опять два два слоника держит третьего мои любимые джинсы просто эти как его шорты что-то непонятное зачем такие вот громадные куда у них а опачки опачки прикольно 22 марта первый концерт мамулечка не очень хорошая фотография но почему другой не было разбитое стекло этого брата дома с племянником это вот мой друг андрей смоль которая работала шуры который я про него часто говорил благодаря ему собственные попал к шуре и понеслось дальше поехала он сам из запорожья но много лет здесь жил в итоге уехал два-три года назад в одессу там обосновался за 20 лет живя в москве так и не сделал себе гражданство уехал в одессу и а сейчас в европе все хорошо у него слава богу маляю 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 а это шура вот безумный был вот наряды ты мой брат а вот я еще решил что корова это тоже очень стильно модно кстати рамка языке и и сам красил это по моему уже фотографии много раз видели я присягу принимаю училище в орле шурочка дружок мой к сожалению 2000 на новый год к сожалению уже нет все тот же таиланд с попугаями а это новый год м-2001 казино кристалл элла директор шуры и это водитель булка уже его звали то тоже метелец казино помню в модных штанах из таиланда и как в сочи вышел там все офигели так немножко отвлекли меня смотрите что еще нашел из серии бейджиков 2008 год коллектив бориса моисеева администратор признаюсь вам честно никаким администратором я борю моисеева конечно же не был но это была просто возможность через его директора сделать пропуск на славянский базар вот и все но зато как память осталась так что я только раньше не собирал даже не знаю что это такое но знаете что я заметил фридом кто из киева друзья пишите это у вас был там такой зал там проходили большие мероприятия типа концерты к баре такое что-то непонятно и рак ли дружок снимали квартиру с ним слева и моя подруга на таха по кличке силиконка это вообще не знаю тут тут моя подруга оля кухня по кличке кухня а с кем она даже не знаю так это кирюх макс капуста помните дружок мой какой молодой еще да и я тоже риэлтор который макс таиланд все таиланд а это кстати ялта вот опять моя подруга оля кухня это мы куда-то ездили я был в этой поездке это типа тамбов ребята выпускались из училища мы к ним ездили вообще не знаю никого не знаю а вот вот в той поездке я а это я в орле учился меня здесь нет она это все мои дружбанные требования когда вы отчислили они мне присылали юрка сотников лёха зверев первушин саша савельев по-моему за за на поле 20 лет назад представляет даже больше я и обезьянка либо две обезьянки умоляю умоляю модель райские птицы умоляю прям понимаете тут вот обои как из фильма как фильм называется и стою я тип так найти из-под двери выхожу амстердам умоляю умоляю сзади то чтобы понимали это одеяло я фон такой делал не понимаете ребят просто не понимаете цепочки ресторан сказка это я чем номерки воровал из ресторанов где фридом понимаете забывал рассказка это на ярославке районе пушкина город там почему такие вот интересные вещи и выкинуть жалко да и хранить уже ну ну конечно же я не выкину реально не могу рука не поднимается конечно эти фотографии никому уже не нужны громадный тайлан тайский но не могу ребят не могу пусть лежит пусть гниет лежит но что делать что делать так сухари показал все показал кстати дорогие мои друзья вчера в эфире забыл вам сказать по поводу со того же шкафчика моего пишут люди очень часто пишут купи комод поставь комод я уж помню свою квартиру но не знаю но каждый миллиметр я вам показал куча была обзоров рум туров ну где покажите мне хотя бы 10 сантиметров свободного места для того чтобы засунуть какой-то комод чтобы туда засунуть белье постельное или какой-нибудь еще друг покажите мне эти 10 сантиметров но умоляю покажите сюда ни в коем случае нельзя так шкаф стоял у меня здесь лаунж зона балкон вообще святое не трогать а еще меня удивил комментарий что убери ты эти тумбочки это вчерашний день при кроватной тумбочки чё-то я наверно отстал от жизни как вчерашний день а что сегодня тогда вместо тумбочек предлагают на рынке услуг а как без тумбочек то я еще не могу там под зарядку не знаю стакан воды поставить некуда вы серьезно чуть я не знаю дальше пойдемте где где поставить комод где вот здесь или можешь вот здесь короче когда ставишь вот вот так зависает камера поэтому не будем и так ставить не знаю каком месте там зависла у меня в общем вы поняли ребят ну нету нету вообще место чтобы поставить комод куда-то я вот диванчик уже поменял шучу очень мне нравится теперь этот диван с креслами все ребят я с вами прощаю спасибо всем большое кто не посмотрел вчерашний прямой эфир посмотрите мне кажется очень было душевненько и давно мы не общались сами мне кажется мы скучали друг без друга все всем хорошей недели до судишь понедельник обнял приподнял поцеловал все сделал пока пока